Это качественное интернет-издание и очень перспективное всегда было, информационное, и каким должно быть профессиональное, что известно во всем мире, каким должно быть профессиональное информационное издание. Так что это не давление, это сейчас уже просто вторжение. Я давлю много раз в Майдан-Непье, очень много. Население Российской Федерации, конечно, информацию получает из телевизионных каналов, но не надо отрицать, что есть бурный рост интернета. И я думаю, что власть интересует то поколение, которое гораздо больше смотрит интернет. И привлечение колеблющихся, и сомневающихся, скептиков привлечения здесь. И отключить скептиков от источников информации, это, наверное, важнейшая задача, особенно в такой вот пропагандистской, барабанной абсолютно шумихе, которая сейчас, особенно после событий на Украине. Видимо, можно трудно уйти, а вы же на вопрос, что это у Яна, когда и сам странный бой, кажется, что это работает, разница в себе есть. После, видимо, ввода войск в Крым и такой необъявленной войны, такой мягкой пока, по крайней мере, войны, видимо, изменилась позиция. И, как я понимаю, просто те, кто берут интервью у врага, в данном случае это просто становится уже враг, тот перестает с пятой колонны, и этого, видимо, больше делать нельзя просто. Вот попробовали, вот все моментально закрыли. Давление ощущается, давление ощущается, да, и то, что закрывают, но это безобразие, все, что я могу сказать. То есть этого делать нельзя, и я против этого. И я хочу, чтобы все было, как было, и чтобы у нас была вильно Украина. Продолжение следует...